здравствуйте уважаемые подписчики с вами я андрей столетов сегодня на улице минус 15 соответственно здесь тоже поэтому я сижу в двух куртках так сказать ни в чем себе не отказываю в том числе и в тепле сегодня я решил посмотреть видео в паблике в котором мало подписчиков ну и соответственно там видео наверное должны быть отборными поэтому ребята пожелайте мне удачи и себе соответственно тоже чем отличается девушка от женщины когда у мужчины текут слезы глупая женщина достанет платок а умная бумажник охуевать не вопрос зачем это и по чтобы а нахуя да блять очевидно нахуй там блять сосульки ебаные упадут и все а тут типа не заходить сюда естественно никого это заграждение не остановит если ему потребуется попасть но она логически отгораживает блять эту хуйню чтобы человек понял что типа с данным лучше не заходить тупица тупица блять вопрос и зачем а я не знаю тут цепь просто лежала домой домой а где твой дом дома где он а где за углом дома дом такой блять любопытный любопытному блять мужику на улице нос оторвали ну не здесь нет там ну давай тебе морду набью можно помню институтские годы свои стою я на автобусной остановке как еблан блять жду автобус холодно блять на морозе жду подходит ко мне блять дед нахуй вот такой пиздюк ебаный вот блять вот мне вот посюда нахуй и такой говорит мне ты чё здесь стоишь я говорю автобус стою а он такой и чё и чё дальше ну говорю просто стою жду автобуса а что я себе возьму и просто тебе врежу ну я как обычно блять растерялся нахуй не ничего изящного не придумал что ответить но стал такой типа стою смотрю на него и он просто уходит нет а как почему ой вы что делаете вали 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 блять пидорок старый нахуй доебался до пиздюка блять я не люблю вот это вот поколение блять если вы встретите на улице блять человека который не воспитанный нихуя вот этот человек он скорее всего вот этого поколения который там куда-нибудь лезет блять там извините пожалуйста не скажу знаете я как подхожу к человеку и спрашиваю типа как пройти туда туда спрашиваю говорю я прошу прощения а не подскажете ли вы мне как пройти туда-то пожалуйста как эти говорят а эта хуйня там блять ты сука блять где твои манеры блять пидорок ебаный нахуй ну пожалуйста ну не надо вангую нахуй машина сейчас под лед провалится почему-то вот у меня ощущение тут хуй поймешь но выглядит как будто бы тут пруд ебаный если это пруд соответственно машина под лед провалится раз его мужик уговаривает неуверенно в себе точно под лед провалится клянусь нахуй блять под лед провалится точно говорю бля буду кто тут предсказатель нахуй афинская девочка хельга хилтунин перед рождеством написала богу письмо с просьбой подарить ей 100 марок в финляндии письма с неправильным адресом имеет право вскрывать только президент республики так письмо адресованное господину богу было прочитано урха калева кеканином успешно правившим страной с 1958 по 1982 год что-то блять уже история как-то не бьется так сказать смахивает на пиздёж ну ладно давайте дальше смотреть кеканин решил выпить кеканин кекает с мемов наверное хотя в его время мемов то и не было блять выполнить просьбу девочки однако подумал что такому маленькому ребенку достаточные 50 марок уже пиздёж нахуй чё ему эти еще блять 50 марок ёбаных чё они ему стоят блять он такой нет блять я пожадничаю нахуй у меня денег куры не клюет на блять 50 марок ёбаных я пожадничаю блять он распорядился завести ей деньги и письмо от бога на своей машины вскоре в канцелярию вновь пришло письмо от хельги она писала что на остановившуюся возле ее дома машину господина президента глазела вся улица девочка также просила бога больше не передавать никому деньги через президента потому что он украл половину я уверен что эта история пиздёж все блять чистой воды вот потому что есть анекдоты я хуйная советский не советский ну короче девочка попросила у деда мороза всякую хуйню на новый год ну письмо написал там здравствуй дедушка мороз блять дай-ка мне на новый год то хуйню всю хуйню пятую хуйню блять десятую и так далее блять но на почте письмо вскрыли блять смотрят нахуй уж уж больно жалко девочку стало и все решили сей почтой скинемся блять купим ей то чего она хочет и подарим якобы это дед мороз подарил вот взяли скинулись а вот рукавички девочка хотела на рукавички денег-то и не хватило но все подумали ну там и то и все и пятое и десятое блять на рукавички то она хуй точно забьет все отправляют такие блять радостные вся хуйня ну и короче приходит ответное письмо от девочки они опять вскрывают читаю здравствуй дедушка мороз спасибо все пришло там шарфик хуяр ветерочек блять носочки все пришло все классно вот только варежки не пришли наверное на почте спиздили ну и собственно говоря существование этого анекдота говорит о том что блять скорее всего мы сейчас посмотрели блять видео анекдот блять столько еще он блять полная хуйня ко всему прочему знаете сколько аренда машина? 44 тысячи двести рублей есть поднимаем аренду или нет такси выгодно только на своей машине тысяч восемьдесят девяносто даже так я сорок четыре отдаю значит плюс тысяч тридцать мне отдаю но основная цель у меня есть недвижка у меня под реновацию для квартиры я хочу вам рассказать не секрет только пообещайте чтобы никому не расскажете мы говорим обещать и он достает из кармана вот такую пачку бабла тысяч сто ну на тот момент это просто вообще сто тысяч блять это сейчас тысячи долларов блять я человек который помнит когда был доллар по 35 рублей просто представьте сто тысяч я сопоставляю это с тысячи долларов и такой думаю ёпте матюшки блять приехали блять невероятное состояние и мы такие где ты взял он говорит нашел настройки ну и нам дальше попу мы уже не спрашивали ну нашел и нашел блять депутатском ничего не строится давно но какой-то нашел блять и мы заходим там стоит вот женщина а мы вот так вот от прилавка она такая что мы такие сникерсы она такая сколько мой друг такой а сколько есть и она такая разговор блок ей он такой все давайте деньги покажи и он вот так из кармана своей маленькой ручкой достает вот такую пачку бабок она увидела и сошла наху с ума о господи и она ставит все в пакеты и говорит что то еще он такой жвачки блять она ко всем у меня одноклассник один из наркотиков с ума сошел блять у меня короче чтобы понимали один отсидел второй сидит третий по моему тоже сидит один сошел с ума и блять и по моему еще один умер но я точно не знаю может быть я ошибаюсь и он не на мне от наркотиков умер ну короче вот такая вот хуйня этот чувак который от наркотиков с ума сошел он один раз был объебанный и он тысячу рублей потратил все на жвачки по рублю а там у жвачек по рублю были вкладыши блять и вкладыши были в виде такой наклейки и там как правило либо машинки либо тетки и он короче брал вот эти вот жвачки распаковывал доставал оттуда вкладыш наклейку отклеивал и на какую-то машину стоял и отклеивал просто на левую тачку блять стоял и наклейки наклеивал придурок блять ему повезло что владелец не вышел и пизделе ему не дал за эту хуйню по все блять и она сходит с ума а мы сходим с ума вместе с ней от вседозволенности мы уже бегаем по этому магазину и такие вот это люди заходят такая закрыта на спецобслуживание блять и закончилась блять блять ну какой финал то должен быть были теория темного леса она гласит что причина по которой мы не находим доказательств существования инопланетной жизни заключается в том что никто не транслирует сообщение в космос и в общем я вам расскажу свой взгляд на инопланетную жизнь я считаю что инопланетяне существует и что блять планет ебнута сколько блять хоть на какой то уж блять жизнь да будет блять но они сюда нихуя не пролетят потому что слишком далеко блять и поэтому мы как придурки ебаные блять мы на своей планете сидим застряли блять как в темнице ебаные хуй выберемся отсюда и они то же самое блять поэтому мы их и не видим доказательств блять потому что и нахуй они блять запустят даже сигнал который со скоростью света будет лететь лететь хуй знает сколько блять и не факт что его поймают блять короче такая вот хуйня блять почему жизнь вот такая нахуй вот и такой типа блять хочу по разным планетам летать блять как будет охуенно на такой планете на сякой планете а и блять нахуй в космосе за секунду урешь блять блять да ты даже не в космосе секунду умрёшь блять даже более поль能 обыбтовки если ты будешь без одежды блять ты блять сколько пробудешь при минуспитаться да хуй его знает блять ну ладно там пять часов ну представимся что пять часов блять оптимистами будем блять и потом через пять часов ты умрешь нахуй даже бля Carlin началась на собственной планете блять Ой, блядь, чё ж нахуй всё так уёбищно, блядь, что нахуй какое-то, блядь, выживание ёбанное, блядь, сука, блядь, почему мир так не идеален, почему, блядь, нет такой хуйни, что ты такой раз, блядь, прыгнул на другую планету с инопланетянами, потусовался, блядь, заебись нахуй. А если даже ты окажешься на другой планете, то как ты с ними будешь общаться, у них там язык, блядь, переводчики, на которых не существует, блядь, и, короче, биллион всякой такой хуйни, блядь, какой отстой ебаный, почему, блядь, вот жизнь вот такая вот, череда, блядь, каких-то издёмок ебаных, блядь, что нахуй, вот просто вдумайтесь, насколько, блядь, издевательски выглядит вот эта вот хуйня, блядь, что есть планеты, на которых, блядь, инопланетяне тусуются, блядь, и ты типа такой, бля, был пиздато встретиться с этими инопланетянами, а ты никогда с ними не встречаешься, никогда! Ну ты знаешь, что они там есть, и никогда ты не посмотришь на инопланетную жизнь, и никогда ты ничего такого не увидишь, блядь, какой ты отстой ебаный, блядь, ну просто пиздец. За риском быть обнаруженным более враждебными цивилизациями. Это особенно пугает, потому что мы отправляем радиосигналы в космос, плюс там летает зонд с золотой пластинкой Вояджера, на котором подробно описано, как мы выглядим и где мы находимся. Мне понравился короткий хоррор рассказ о том, как нам пришло сообщение из космоса. Мы наконец-то нашли кого-то, кто ответил на наше радиосообщение. Их ответ расшифровывался так. Прекратите посылать сообщения, они вас услышат. Есть над чем задуматься, блядь. Однажды один знакомый дядька утонул. Картина была ужасной. Мутные глаза и сдувшиеся пальцы. Дети плакали, а жена тихо молилась. Мужик утонул у нас в озере Бельское такое озеро есть. Вот, мужик утонул, короче. И все такие, Мужик утонул, мужик утонул. Экстра, экстра. Новость дня, блядь. Мужик утонул, сейчас его будут доставать. В итоге все, кто купались, блядь, кому любопытство разбирало, блядь, на жмура посмотреть нахуй. Все побежали такие, блядь, смотреть на жмура, блядь. И я побежал на скейтборде, поехал так быстрее, блядь. Приезжаю, короче. Смотрю, там толпа собралась, зевак. Мужика этого достают, из воды вытаскивают, и с него, короче, трусы слетают, и его хуй видно. И все такие... И я почему-то думала, грустно, конечно, но, наверное, на этом все. Но нет. Утопленник ел, спал и даже ходил на работу. Утопленник был отличным шутником, и, в общем... Поехали мы купаться, поехали на карьер, специально там вода почище. Приезжаем, блядь, ну, как обычно машину хуй, хуй где поставишь, блядь, и так далее. Короче, ну, вот это вот. Прелести купаться, блядь, летом Ну и, короче, блядь Машину поставили, пошли Пляж искать свободное место нигде нет Ну мы такие, блядь, ничего за хуйня, короче Ну ладно, такие, пошли И видим, место прям, целый пляж свободный Мы такие, нихуя себе Идем туда, блядь Че это там, блядь, все, видимо, стаями сбиваются А это место им чем-то не понравилось Ну вот, заходим мы на это место Поближе, блядь, смотрим А там, блядь, трубак плавает И это И это еще Все полная хуйня Представьте себе картину Трубак плавает, блядь Милиционеры стоят, блядь Че-то там, блядь, бумажки свои Пишут, блядь И рядом, где-то метрах в десяти От трубака Стоит мангал в воде Причем, блядь, ну ножки в воде А сам он над водой, блядь И там мужик такой Шашлыки готовит, блядь И рядом Детишки купаются, блядь Охуенные, да, пацаны, блядь? Прям невообразимо, насколько развито чувство прекрасного у этих людей Это добрым человеком Но водная гладь в один из вечеров начинала звать И он не мог устоять Он падал обратно в глубокие воды Ему там было спокойно Он стал, короче, утоплением зависимым, блядь Кстати, есть такие люди, которые тащатся от того, когда они начинают задыхаться И они даже порой могут так случайно покончить жизнь самоубийством, блядь Ставь класс, если ты из таких, блядь Тихо, и пока он лежал и думал, в его теле плясали бесы И по дому летала посуда, по углам забивались дети Каждый друг становился врагом, каждый океан лужей Я видела их в его теле лишь однажды Но с тех пор, до мороза по коже, боюсь такого соседства И когда пляски бесов кончались, дядька возвращался в жизнь Потрепанный, тихий и виноватый Вытаскивал забитых детей из углов Дарил жене помятые розы Расправлял помятую жизнь Меня вот удивляет, как так получается, что вот некоторые люди вот живут вот так вот, блядь Вот, блядь, как получается, что у них, блядь, дети по углам прячутся И от них, блядь, от того, какие они долбоебы, блядь Вот это, блядь, мне вообще не понять Пишите в комментариях, если вы такой долбоеб И пишите причину развернуто, почему вы стали таким долбоебом Я нашла дальше, и он снова был добрым, шутил веселые шутки, наливал чай себе и другим И все радовались живому трупу, хоть такой, но с нами А потом он утонул уже окончательно, за столом и в рюмке И оставил в наследство детям пустоту и немного бесов Чему нас учит эта история? Да хуй его знает Поэтому смотрим дальше Где я подставлю нахуй? Что я тебя леплю? Ну а что это получается? Как это называется? Объясни, вот это автоподстава или что? Это автоподстава Ты мне въебал тачку, нахуй, это автоподстава? Или что? Ладно, давай пососёмся и расходимся Поцелуемся? Не хватало ещё, блядь Ну давай реально поцелуемся Ебнулся, блядь А мужик-то сексуальный Хочется припасть к нему своими чреслами, блядь Ну дайте засосу Ты вообще дурак, нахуй, блядь, как? Ну чё, у тебя такие губы, блядь Секс вообще Вообще ебанно Ну я пидор просто, ну реально Он сказал, что он пидор А вот, блядь, у нас сейчас у всех Пидор это вот просто какой-то вот не такой человек А с гейми он вообще уже ничего общего не имеет, блядь Просто, типа, это какой-то не такой, типа, иди отсюда, нахуй Типа такого, короче Стоп, пососаться просто и расходимся Слушай, да мне... Покажи трусы, нахуй Покажи, нахуй, что у тебя за трусы Так, стоп Что? Тормозить, мухи Дай я тебе поцелую Красавчик Блядь, ты вообще секс Бомба, нахуй Ты улыбаешься, тебе нравится, нахуй, да? Прикидывайте, если в нём Его латентная вот эта сущность, блядь Всплыла после этого случая И он такой, типа, что я почувствовал? Ну ты классный кекс, нахуй, слушай Итак, попробую отгадать Сейчас кто-то пизданётся Там на фоне такая хуйня Как будто, блядь, какая-то Ебучая нарезанная сосиска, блядь Чё это за хуйня такая, блядь? Это сердце Блядь, и заплакали, нахуй Просто как будто это они Наблевали, блядь, и им хуёво, нахуй Заревели, блядь Нашли, из-за чего реветь, блядь Дети, из-за какой такой хуйни Не заревут, блядь Вот я, знаете, что вам скажу? Я вот когда наблюю, я потом такой Бля, мне бы прилечь, нахуй А я такой, наблевал и такой Ох, всё, я дальше, блядь, как огурчик, нахуй У меня такое ощущение, что он овсянку ел Ну, блядь, структура его блевотина Походит на то, что он ел овсянку Ставь класс, если тоже блевал овсянкой Почему у блядей, у них вот прям, блядь Какая-то вот, нахуй Прям, блядь, навязчивая идея Оголиться как можно сильнее И они уже даже, блядь, придумывают Какую, блядь, вот хуйню ёбаную Такую, блядь, экзотическую Лишь бы как-нибудь свои буфера показать Это просто пиздец Блядь, что с этим миром не так, блядь Почему, блядь, мы живём Где вот эта хуйня считается нормой, блядь Блядь, я же не хожу яйца Не показываю, блядь Хотя там есть что показать Ладно, я шучу Нечего показывать Да не, не, ладно Давайте В общем, тему своих яиц я держу при себе Вот А тут это такая хуйня, блядь Ну это как минимум неприлично, блядь А как максимум, неужели тебе самой, блядь, пиздец такой, блядь Приятно ходить, вот как уёбище ебаная, блядь Как чучело ёбаная, нахуй Зарежу, блядь Вспомнилась история, короче У меня спам однажды приходил Я с него хохотал в ВКонтактике Там была такая хуйня Приходит, типа, первый спам Столетов, привет Я увеличила свои груди Буква О, типа, Y Увеличила свои груди И ссылка присылается А потом вторая хуйня Та же самая баба пишет Столетов, привет Я увеличила свои сисяндры Узнать как? Вот ссылка, блядь Отдай булку мне Это булка, дурак Отдай Отдай мне булку Отдай Как будто гоночная машина нахуй Булку мне Боря, это что такое? Булку мне отдай Боря, булку мне отдай Боря, блядь Отдай мне булку, пожалуйста Отдай мне булку Откуси ты уже кусок себе Боря Успокойся и отдай мне булку Боря Боря Боря, дай мне булку Отдай мне булку Нихуя себе, блядь Он даже повис нахуй Бля, вот человек так не сможет, блядь Зубами за что-то схватиться и повиснуть, блядь Или сможет, блядь Не знаю Я такого не видел во всяком случае Боря Это что такое, Боря Отдай мне булку Ну, Боря, блядь Отдай Ты долго веселье не будешь? У меня собака порой подобную хуйню исполняет Ну, не с хлебом, блядь Не впивается что-то А с палочкой, например, с ней играешь Он схватит, такая Лежит такая на кровати, например Лежит, да Ты такая берешь Ее Начинаешь там Обнимать Она такая АААААААААААААААААААААААААААААА ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Но это несерьезно К Славянский зажим яйцами И все остальные такие, как стерлятники, на хлеб набежали такие. Славянский зажим яйцами. Великорусный обстрел с первой. Славянский удар за лубой. Эта вся хуйня, она так пиздато преподнесена, что самому хочется этой хуйней заниматься. Читай вопрос. Сколько грибов в третьем бочонке? Читай ответ. В третьем бочонке 24 огурца. Ну, может, там нахуй задача какая-нибудь нестандартная, блядь. Тебе задают вопрос, блядь, а по факту другая хуйня оказалась. Ну, такое в жизни бывает, блядь. И если такая хуйня произошла, значит, девочка-то умная, блядь. Эта вот задача, это вот из-за разряда того, что у меня происходит на работе. Когда нужно сделать одну хуйню, а ты в итоге потом делаешь совершенно другую, и она решает проблему, блядь. Чё не смущает? Нет! Всё нормально! Всё нормально, да? Да! Читай условия задачи в таком случае внимательно! В первом бочонке 8 килограмм солёных грибов, во втором в два раза больше, чем в первом. А в третьем бочонке грибов столько, сколько в первом, и во втором вместе! Ага. Сколько грибов в третьем бочонке? Ответ читай. В третьем бочонке 24 огурца. Блядь, я уже нахуй забыл, блядь, эту задачу. Пиздец, блядь, мне тут нахуй мозг загрузили, блядь. Я сюда деградировать пришёл, а не задачки ёбаные решать, блядь. В пизду нахуй. Ну ладно, смотрим дальше. Всего 48 огурцов. Всё нормально, да? Да. Читай вопрос задачи. Нам сколько грибов в третьем бочонке? Ничего не смущает тебя? Нет. Полчаса мы бьёмся уже с этой задачей. Ничего не смущает? Нет. Читай вопрос задачи. Сколько грибов в третьем бочонке? Читай ответ. В третьем бочонке 24 огурца. Ты задуматься не пытаешься? Да, блядь, она в России живёт, нахуй. У нас так всё делается, блядь. Я не понимаю, в чём проблема. Условия задачи я, правда, забыл, нахуй. Наверняка она ошиблась. Я думаю, что, скорее всего, она ошиблась с задачкой. Но, тем не менее, блядь, жизнь она вот такая, что, блядь, и у тебя спрашивают, сколько грибов в бочонке, а ты говоришь, сколько там огурцов, блядь. Внимательно читай вопрос задачи. Вопрос. Сколько грибов в третьем бочонке? Ответ читай, который ты написала. В третьем бочонке 24 огурца. Всё нормально, да? Но если я написала тройку, они её... Я тебя про тройку не спрашиваю про цифры. Я спрашиваю, всё нормально, тебя всё устраивает. Меня нет. Читай вопрос задачи, читай ответ. Мама, я не вижу, сколько грибов в третьем бочонке. Читай ответ. В третьем бочонке 24 огурца. Ничего тебя не смущает? Что тут может смущать-то? Ничего не понятно, да? Нет, мне не понятно, что тебя не устраивает. Условие. Вопрос. Читай задачи. Сколько грибов в третьем бочонке? Ещё раз. Сколько грибов в третьем бочонке? Угу, а теперь читай, что ты написала. В третьем бочонке 24 огурца. Теперь читай вопрос задачи. Сколько грибов в третьем бочонке? А теперь читай, что ты в ответе написала. В третьем бочонке 24 огурца. Всё нормально, да? Да ёбаный, блядь, да когда уж будет, блядь, понятно нахуй. Кто, блядь, тут тупит нахуй, мамка, блядь, или дочка, блядь? Я уже заебался ждать эту хуйню. Условия все соблюдены? Да. Да. Ну не буду же написать 24 огурца, гриб 24. Мама! А ну, убери камеру! Всё нормально? Ты нашёл ошибку? Да. Где? С огурцами. И кто из нас дебил? Когда вот такой вот момент забавный, да, вот, ну, прикольно посмотреть, да, девочка поняла всю эту хуйню. Кто у нас дебил? Кто у нас, ну, пидор, ебаный нахуй? Кого ебал? Сейчас я ошибу, ебаный нахуй. Вот тебе такой хуйню должно быть. Вот, знаете, вот так вот, блядь, ну, некрасиво, короче, такую хуйню делать. Мне не нравится так. Передайте её маме, что мне это не понравилось, что она так её назвала. Не знаю. Не знаешь, да? Ты везде вместо грибов написала огурцы. Я знаю. 40 минут мы с тобой боремся. Не 40. Всё нормально? Теперь мы нашли ошибку? Ага. Кто из нас дебил? Тот, кто, блядь, такую хуйню говорит. Сумма какая? 15478, а вы мне даёте 1550. Блядь, у нас нахуй сегодня, нахуй, математические, блядь, видео. Так, 1500. А, ёбаный. Ха-ха, я сам наебался, блядь. 15478. Людки, меньше. Я сама уже ничего не понимаю. Всё правильно. Что за цифра такая? 15478. А вы мне даёте 1550. Вы в одной школе учились? Маш, ещё раз. Сама себя послушайте. 15478. Он мне даёт 1550. Меньше на 428 рублей. Маш. Так иди посмотри на 428 рублей. Маш, послушай сюда. 1547 нужно? 478. А он мне даёт 1550. Так там, блядь, 15000 или нет, нахуй? Я чё-то не врубаюсь. Блядь, он, получается, её наебать сам хочет, блядь. Воспользовался тем, что она тупит пиздец. Я сам решил её наебать. Иди сюда, вот на. Нет, я не пойду туда. Так иди, вот на, да, блядь, у меня. Блядь, вы чего? То, что у тебя набито, это у тебя набито. 15478 минус 1550, который мне молодой мужчина даёт. Мне похуй, подпишитесь вы или поставите лайк. Единственное, что я вам говорю, ставьте лайк, чтобы не запутаться, что вы это видео смотрели. Поэтому, блядь, раз такой случай, ставьте лайк и, блядь, нахуй вообще пиздец. Ладно, я вам признаюсь, я когда мат использую не в попад, я просто забываю, что я хотел сказать. И у меня маленькие секундочки есть на то, чтобы вспомнить, блядь. Этого мужчину минувшей ночью сотрудники полиции задержали на площади Киевского вокзала. Престижная иномарка, на которой передвигался уроженец Северного Кавказа, была без государственных регистрационных знаков. Это и вызвало подозрения у стражей порядка. При проверке документа в автомобиле находились 4 человека. Водитель, его два друга и девушка. В связи с последним событием, которое произошло в Аграде, это взрыв рейса в автобусах, в котором погибли ничем не погибли люди. В рамках антитеррора мы сейчас проводим мероприятие по розыску остальных фигурантов, которые причастны к этому взрыву. В ходе личного досмотра у водителя иномарки был обнаружен травматический пистолет, разрешение на который у него имелось. Также в салоне автомобиля в спортивной сумке оказалось еще одно оружие. Пистолет Вальтер, предположительно боевой, заряженной обоймой. По словам задержанного, он нашел его несколько дней назад. Поверили ему, блядь. Нашел, нахуй. Знаете, что я вам скажу? Если вы найдете пистолет, лучше его, блядь, не брать. Сдать небезобидную находку в полицию у мужчины якобы не было времени. Это же не приехать в полицию, положить пистолет. Я вам отдал пистолет и уехать даже. Это занимает время процесс, как сегодня. А его у меня не было. Как стало известно, в Москве уроженец Северокавказского федерального региона проживает уже пять лет. Имеет семью, маленькую дочь и, судя по автомобилю, неплохую работу. Зачем вы вообще занимаетесь по жизни? А-а-а, продаю. А что? Бананы. Угу. Людей. Сука, блядь. Такой, между делом, продаю. А что? Бананы. Людей. Шучу, не бананы. А-а-а, строительством занимаюсь. В Москве? Не в Москве. От Сочи до Москвы, Нижний Новгород, от Угла, Тверь. Вальтер и Байп... Блядь, ну мужик какой-то своеобразный весьма, вот что я вам скажу. Припасы были отправлены на исследование. Экспертиза подтвердила пистолет боевой. Полицейские приняли решение полностью обследовать иномарку. Задержанного мужчину также проверят на причастность к ранее совершенным преступлениям на территории страны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное хранение, перевозка или ношение оружия». Ой, напомнило мне это видео такого же формата. Сейчас я вам покажу, оно на самом-то деле смешнее. Что вы задержали? Не знаю, я за что задержали. Не знаете, за что задержали? Я что ли меня задержал? Как вы были задержаны? Блестяще. Тогда, видимо, отзывов еще не было в интернете. И так спрашивали, блядь, ваше мнение на тему той хуйни, что с вами приключилось, блядь. Во всех подробностях ей нужно узнать вообще, что там произошло, кто там, блядь, с какими номерами. Перед ними, куда, блядь, и так далее, блядь. Катались по Москве? Да, мы даже Москва по Москве катались. Приехали в Москву посмотреть? Да. Своё умозаключение говорит, типа, вы что приехали в Москву, что ли, посмотреть, раз по Москве-то катались. Вот я, блядь, владею дедукцией, нахуй. Достопримечательности уже видели? Сука, какие, блядь, я, нахуй, когда какую-нибудь достопримечательность увижу, я забываю через секунду, что я увидел, блядь. Музей космонавтики. Как, понравилось? Блядь, он ещё на неё смотрит периодически, типа, ты чё, блядь, меня вопросами-то даёвываешь. Блядь, я главное спрашиваю, понравилось? А у этого мужика ещё, блядь, такое, блядь, максимально подходящее эмоциональное состояние. В текущий момент, чтобы поделиться, что он испытал в связи с увиденными достопримечательностями, блядь. А ты в восторге? А он, главное, ещё слово подобрал, блядь. Он сидит, лежит, вернее, нахуй, наручниками закованный. У него спрашивают, ну как вам в музее космонавтики? В восторге, блядь. Хе-хе-хе-хе, блядь. Ну, находом сфотографировались? Не ус... Я считаю, что она над ним издевается, нахуй. Потому что, блядь, ну явно ситуация не очень подходящая, чтобы всё это хуйню спрашивать, блядь. Спел. Да вы что? Да. Так, ну раз мы пошли по баянам с задержаниями, блядь, сейчас будет следующее задержание. Тоже вот я вспомнил, блядь, это видео, нахуй. И он над ним смеялся в своё время, поэтому посмотрим его сейчас. В распоряжении нашей программы оказались видеокадры, посмотрев которые кому-то из злоумышленников, возможно, захочется перебраться в Брянск. Как оказалось, в этом городе работают по-настоящему сердобольные наркополицейские. На одной из операций они поймали драгдилера, а тот вдруг почувствовал себя плохо и тут же... Я считаю, что он почувствовал себя плохо, потому что он сам наверняка наркотики принимает, блядь, у него там здоровье расшатано, блядь, и там какая-нибудь гипертония ёбаная или ещё какая-нибудь такая хуйня у него случилась, блядь. Естественно, блядь, когда стрессовая ситуация, которую он неоднократно в голове своё проигрывал, наверняка, потому что он боялся наверняка, что такая хуйня будет. И вот с ним это произошло, его страхи все подтверждаются, и он в панике весь бьётся, блядь, и ещё сердечко шалить начинает. Ну, естественно, такая хуйня будет. Счастливо об этом оперативникам, реакцию оцените сами. Если сознание осередает. Сознание? Да. Сейчас я тебе чуть-чуть услужу. Я у тебя сознание, честно говоря вам. Ну, больше. Испугался чуть-чуть, да? Да. Ну, это было, это... Ну, не надо просто продавать наркотики, и всё будет хорошо. Ваш девиз по жизни должен быть. Не надо продавать наркотики, и всё будет хорошо. Когда наркоторговец пришёл в себя, его всё же забрали в отдел. В машине мужчины было 5 килограммов гашиша и деньги, вырученные от продажи отдельных доз. Улики весомые, так что на столь же добродушную реакцию судьи злоумышленнику вряд ли стоит рассчитывать. Вот так вот, блядь, мы с вами смеёмся, блядь, а его полюбасы лет на 20, нахуй, закроют с этой хуйнёй. Собственный стиль, собственный почерк, естественно, подходит под всё, это невероятный блеск, твой глиттер. Ух ты. Такие слова вообще лучше не произносить, уж больно созвучные они. Забыли, глиттер — это блеск, звёзды. А, глиттер! Филипп! Что? Я же, я... Возраст, что? Филипп, я же ведущая этого шоу, я не могла настолько проговориться. Но я глуховат, 50 лет всё. Ну, расскажите, пожалуйста, что произошло? Я не знаю, что произошло, меня вызвали. Расскажи, как можно вытаскивать тобой? А-а-а. Как зовут-то? Его зовут Лёха, скажи. Подожди. Он Лёха зовут? Где он? Покажи. Сейчас, сейчас, ну я же сюда. Вот, смотрите, прилип. Кто прилип? Лёха Свотин, мой друг. Где Лёха, покажи. Ну вот он. Здесь его руки вот, где тёр между пальцами. Чуть-чуть оторвал ему, ну, этот костюм. Я выхожу, он меня позвал, говорит, вызови спасателя. Я сначала взял ножницы, вот, подёрну костюм чуть-чуть. Я говорю, я не могу, он говорит, всё, вызывай спасателя. Вот я вышел, позвал спасателя. Я узнаю, что вот это вот у него пальцы идут, а где остальное? Где-то вот здесь голова, я точно знаю, потому что у него было ещё. А только что пальцами шевелил, вот этой рукой. Всё, я больше ничего не могу сказать. Блядь. Я, знаете, я так удивляюсь, как порой в башке может что-то переклинить. Какая только хуйня может не произойти. Это пиздец, блядь. Короче, был случай. Один человек, у него была ангина. Ну, он пиздюком тогда был. Ему горло помазали, блядь, этой, нахуй. Блядь, не касторкой, а этой хуйнёй. Блядь, ну такой токсичной хуйнёй мазали горло, блядь, всем, нахуй. Какой-то хуйнёй токсичный, блядь, забыл, нахуй. Это было народное средство, типа, помазать горло этой хуйней. Там, ну там чё-то типа бензина, блядь. Ну, типа, немножко, ничего страшного. Ну, и вот, короче, помазали, он лёг спать, потом, блядь, вся семья, нахуй, просыпается посреди ночи, смотрит, блядь, он толчок громит, нахуй. Всё такие, охуя, типа, чё ты творишь? Ну, толчок хуярит, блядь, и такой, папа, папа. Вот, потом хуяк, типа, все его, ну, растормошили, типа, ты чё, ебать, чё ты за хуйню творишь? Он такой, блядь, типа, у меня такую хуйню переклинило, как будто там в толчке. Сейчас отца, типа, голова сейчас смоется, и я, типа, пытаюсь его вызволить оттуда, блядь. Вот такая хуйня, короче, его приключила. Вот так вот температура, и вот эта вот токсичная хуйня, блядь, забыл, как называется, нахуй. Пишите в комментах, кто знает, как называется эта хуйня, который, блядь, горло мажут, блядь, когда, нахуй, человек заболел, народное средство, блядь. А как Лёха зовут? Он по ней. С Ватин. А что сейчас Лёха говорит? Что Лёха говорит? Я говорю, что ты говоришь? Что? Скажи, что он говорит. Лёх! Ничего не говорит. А вы сами-то чем занимаетесь, Генн? Я ещё нигде пока не работаю. А где живёте? Ну, здесь тоже, в этом доме. В этом доме живёте? Ну, не надо снимать, что снимать, а к нему тоже. Брось, и надо, и всё. Да Лёху сейчас, кто спасает? Ну, сейчас вот снимать, кто спасает, а меня за что снимать? Вызвал спасателей, да? Что случилось здесь? Он купил у меня костюм в этом секшопе. Чего, блядь, там, нахуй? Я уже, знаете, все свои комментарии позабыл, нахуй. Мне хочется разобраться, что там происходит, блядь. Не, понятное дело, что чувака глючит. Не знаю, по мне, так он похож на наркомана, и, скорее всего, на этой почве его глючит. Но, блядь, какой-то костюм он у него в секс-шопе купил, блядь, потом в стене застрял, там какой-то пиздец. Это след от костюма остался. Не, от он сам, вон. А, костюм остался. И он там в костюме. Пойдем, анализ возьмем в машинку. Пожалуйста. Вот так вот, нахуй, захочешь другу помочь, который, блядь, в стене застрянет, а тебя анализы заставят сдавать, и ты в итоге спалишься, что ты наркоман, блядь. А потом, чё, всё, блядь, жизнь под откос, нахуй. А всё из-за чего? Из-за того, что он, блядь, своего кореша хотел выручить. Вот, блядь, вот, вот такая вот она дружба ебаная. Да. Ты мандавушка, блядь. У тебя же, сука, не стыда, не совести. Знаешь, почему? У тебя то самое. Хочешь? Подожди. Блядь, я помню, вам рекомендовал это видео посмотреть, и вот нарвался на него. Как? Послушай меня по большому счёту. Хочешь? Хочешь? Да. Во-первых, ты неординарная. Главное, говорит, неординарная. И обычно, когда говорят неординарный, это значит, какой-то хороший, блядь. А тут вот, оказывается, в плохом ключе можно использовать это слово. Непостоянная. Жирная, блядь, толстая, блядь, по тоскухам. А ты-то жирная смия, блядь. Я? Я? Не я же, вы я же. Я? Я знаешь кто? Знаешь кто? Я, Пушинка, Снежинка. Ты сука, блядь. Я сука. Сука, это ты. Понимаешь? Я помню, когда первый раз этот видос смотрел, у меня маленько шаблоны разорвало, что такие взрослые дяденьки вот так вот общаются, блядь. Не нужно путать. Жирня, чё? Жирня, да? Ты просто себя нехорошо ведёшь. Слушай, ты, блядь. Да, да. Закрой, блядь. Слушай. Поддувало. Поддувало. Ха-ха-ха, блядь. Прям, прям хочется перебразднить. Поддувало. Ты забыла, когда, что я поддувало посиделять, блядь? Промочила вообще водой, блядь. А у тебя засохло, блядь, уже давно, блядь. Чё, сейчас водой поддувало. Засохло. О, дело, блядь. Мммм. А там, главное, на фоне ещё молодой пацан сидит. И вот мне, блядь, вот любопытно, как он там оказался, нахуй. Да, это казанская линия, потому что до станции Галутвин. Галутвин это по казанской линии. Видите, какой я эрудированный. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, я извиняюсь, конечно. Вот это очень красиво смотрится. Что это обозначает? А это я Фурь. Фурь, это культура, ну, культура, не культура, движение, не движение, сейчас, секунду. Тех, кто фанатеет по, так, сейчас, секунда, по человекоподобным животным. Дичалый уебан, блядь. Подошёл, блядь. Доебался до него. Ты чё, сука, блядь? Тебя ебёт, чё там у него, блядь? Иди ты нахуй, блядь. Ты такой любопытный дурачок, блядь. И я вот себя под тигра переделываю. Вот мне 25-го губу будут разрезать, чтобы по-кошачьей выглядело. Сейчас, секунду, я просто, чтобы мне не ошибиться с билетом. Ну, что я вам могу сказать? Вот что пиздато в Москве? Что ты, блядь, можешь, как Фурь ёбаный, вырядиться, нахуй? И вероятность того, что тебе сразу пиздюлей дадут, маленькая. Хотя, вот смотрите, если он, блядь, едет нахуй в сторону Галутина, блядь, то он уже рискует, блядь. Ну, а вот, блядь, стоит он себе на улице, и до него просто какой-то дичалый долбоёб с камерой доебался, и всё, блядь. И ничего плохого с ним не происходит. И вот это вот здорово, что мы вот живём в такое время, блядь, что пускай, да, есть там дичалые долбоёбы, которые доёбываются с этой хуйней. Ну, блядь, ну, хотя бы пиздюлей не дают, блядь. Уже хорошо, уже, блядь, прогресс налицо, блядь. Классно смотрится. Спасибо. Спасибо. Так. Ну ты же дойди, сфоткай. Пойдём, сфоткаемся, блядь. Типа, нахуй, тут обезьянка у нас, сфоткаемся с ней, блядь. Какой, сука, блядь, невоспитанный пидорас ебаный. Мне прям хочется взять вот так камеру развернуть, блядь, на 180 градусов и харкнуть туда, блядь. Смотри. Класс. Я могу даже поселфиться, только билет куплю. Вы представьте себе, какой вот этот вот мужчина, который себя, блядь, под фури переделывает, какой он, блядь, воспитанный человек, цивилизованный. Он говорит, конечно, типа, я с вами пофоткаюсь, вся хуйня вам наверняка любопытна, блядь. Ну, если бы я был на его месте, я бы культурно бы нахуй послал, да и всё, блядь. Сказал бы, идите своей дорогой и всё, блядь. Я спешу, до свидания, блядь, всего доброго, блядь. А тут он нахуй, я с вами даже сфотографируюсь с дураками-дичалами, блядь. Готов сфотографироваться, блядь. В общем, я удивился с этого мужика, блядь, что вот он, несмотря на то, что до него доёбываются, он всё равно идёт на контакт, блядь. Это же как надо было заебаться, чтобы это всё сделать, нахуй. Это Ухань, где был обнаружен вирус. Это спутник. А это больница в коммунарке. И штрих... А, ковер-код, да. Вообще прикол. Короче, двухтысячная купюра в семнадцатом году выпущена, да? Уже всё знали. Вот уроды. Блядь, знаете, вот есть такие люди, которые всюду закономерности ищут, даже там, где их нет. И вот они очень любят именно какие-нибудь, блядь, деньги, или какие-нибудь, блядь, форзации учебников. Или ещё в какой-нибудь такой хуйне находить, какие-нибудь там закономерности, что-нибудь там углядеть, блядь. И потом там нам свою теорию какую-нибудь рассказать, блядь. Это, знаете, напомнило мне видео, я сейчас вам его покажу. В 2006 году контактёр из Москвы Юлия Сумик... Блядь, назвали-то как контактёр, блядь. То есть они решили самый деликатный синоним слова ёбнутое найти. Начало от них послание. На компьютере была статья, моя статья о том живой материи, которую я попросила сканировать. Статьи пишут, блядь, какие-то. Что там за статьи-то, блядь, от такого человека, нахуй. Блядь, вот я держу парень, что там вот тоже такая хуйня, там, где она, блядь, две тысячи рублей так всяк складывает, блядь. И говорит, о, смотрите, всё предсказывали, блядь. Всё, блядь, идёт по сценарию, блядь. На принтер свою дочь. Вместо статьи на компьютер пришла вот такой удивительный текст криптографического письма. Хе-хе-хе-хе, криптографического. Ладно, я вам расскажу, что это за хуйня. Сейчас такой уже хуй встретишь, вот, да, потому что сейчас разработали универсальные драйверы для принтеров. А раньше не было универсального драйвера. Раньше, блядь, под каждый принтер обязательно нужно было вот именно его драйвер и именно с сайта производителя. И часто бывала такая хуйня, что драйвер какой-нибудь кривой, блядь, попадался. И вот такие, блядь, послания из принтера хуярили, блядь, пачкой, блядь. О, а давайте я вам сейчас покажу, минутку сейчас покажу вам, блядь. Вот, смотрите, какая тетрадка, блядь, я её сделал своими руками. Это всё оперативки тут, блядь, оперативка там 256 мегабайт, 128. Её так открываешь, блядь. Вот тут вот всякая хуйня, неважно, чё тут, короче, я записывал. А вот, блядь, послание из космоса, блядь. Вот. И я брал вот такие вот специально, ждал, когда принтер наебнётся. HP LG 1330, блядь, этот принтер, если я правильно помню. Ещё 3005N тоже вот такой хуйнёй занимался по сети, кто-нибудь посылал на него, блядь, задание какое-нибудь ебанутое с ебанутыми шрифтами. И вот он вот такую хуйню выплёвывал, блядь. Я вот из таких листов, блядь, оперативкой всякого говна сделал вот такую тетрадочку. Прикольно, да? Что это? Сбой техники или послание иной цивилизации? Вы просто вдумаетесь из принтера, блядь, вышли нахуй какие-то, блядь, каракули ёбаные. Что это? Сбой техники или послание иной цивилизации, блядь? Вот такой цивилизации иной делать нехуй, блядь. Послание из принтера посылать, блядь. Юля уверена в последнем. Мне кажется, что Юле надо обратиться, блядь, к психиатру, блядь, пока не поздно. Меня смутило то, что имеются некие интересные элементы. Вот здесь вот элемент такой типа жучка. Послание было зашифровано. Чтобы найти код, Юлия вооружила... Бля, еще бы нахуй, инопланетяне им же делать нехуй, им надо зашифровать, чтобы непонятно было, блядь. ...жилась справочной литературой. Первое, что бросилось в глаза, знак Скоробея. Символ бога у древних шумеров. В результате кропотливой работы ей удалось расшифровать большую часть текста. Я увидела, что 79 — это золото, 47 — серебро. Ебать, вы просто вот вдумайтесь, какую хуйню она могла увидеть, вот, блядь, в ебучем, блядь, сбои работы принтера, блядь, это пиздец. В 65-47 — это у нас Терби Вольфрам. И я поняла, что вот в этих цифрах... Вот будете вы в школе на одни пятерки учиться, вот потом вот такие вырастите нахуй? ...заложено не что иное, с учетом вот этого среза, этой картинки. Заложен химический состав планеты. А для того, чтобы было понять, какой планеты, опять же, мы вернулись вот к обозначению этого знака, который у древних шумеров обозначал символ бога Солнца. И этот символ был передан с планеты Нибиру. Главное, не с какой-то там любой, блядь, каких-то миллиардов, а обязательно, блядь, с волшебной планеты Нибиру, блядь. Юлия считает, это был крик о помощи. Согласно данному посланию, Земля и Нибиру связаны между собой. Ну, в общем, вы поняли, у Нибиру все хуёво, блядь. Они Землю просят о помощи, правда, как земляне, блядь, со своими технологиями им помогут, неважно. И вся эта хуйня вышла у нее из принтера, блядь, когда она печатала свою диссертацию о какой-нибудь хуйне. Все логично и предельно, блядь. Да, а вы что думаете, что эту хуйню по РЕН-ТВ показывают и так, блядь, с серьезным голосом всю эту хуйню рассказывают? Это пиздец, вы просто представьте себе, у диктора какая работа, блядь, такую чебуху ебаную, говорить и не ржать, блядь. Ты же ебнешься. Мы когда жили на квартире, блядь, у нас были ебанутые соседи, они как раз снизу были, вот, блядь, надо было в отпуск уезжать и эту хуйню включать, чтобы она бесконечно это делала, блядь. Польша, блядь, 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 че реально такие флаги, че-то они как-то, блядь, неоригинальные ребята, блядь. Блядь, Польша, да блядь. Да быть такого не может, че, блядь, все взяли нахуй и одинаковые флаги себе придумали? Как-то, блядь, тупо нахуй, че я могу еще сказать? Дай домашку списать, списывай, но только не один в один, блядь. Все уже готово, вода, кипяченое масло. Я надеюсь, то, что я не пострадаю. Опять я говорю вам, глупости очевидны, но тем не менее, не повторяйте эту хуйню. Итак, на счет три. Раз, два, три. Ебать, нихуя себе там, блядь, огниво захуярило, пиздец. Ебать! Это же ремонт потом надо делать, пиздец, пиздец. Ебаный в рот! Ебаный в рот! Ебаный в рот! Блядь, мама! Мама теперь пизды ему, драз, блядь, ничего другого. Просто прикольное видео, мне понравилось, поэтому мы его посмотрели без моих комментариев. И нихуя не поменялось, блядь. Блядь, нихуя сегодня там пельмени раздуло, пиздец. Все нормальные пацаны ссут в раковину, блядь. Вы просто вдумайтесь, какая-то дебильная хуйня стоять, блядь, метиться куда-то. У тебя вот, блядь, струйка, вот от нее вот, вот ты ссышь, блядь, у тебя струя летит, и от нее маленькие такие капелюшечки, бля, ебаные, такие, лук-мук, блядь, в сторону, туда-сюда, блядь. Ты, блядь, полюбасы, струйчак, обоссышь, нахуй. А в раковину ты встал, блядь, нассал в нее, потом водичку включил, хуёк подмыл, блядь, и у тебя капелька санья в трусы не попадает, блядь. Блядь, это уёбская хуйня ссать в толчок. Какой еблан, блядь, ссать в толчок. Просто, блядь, у меня слов нету. Ладно, я сейчас сам ссу в толчок, блядь. У меня раковины нету, блядь. Мне интересно, как можно себя запустить настолько, что у тебя, блядь, по жопе будут ползать мухи, а тебе похуй на это, блядь. Это что должно происходить с человеком, чтобы такая хуйня была, я не знаю, блядь. Надеюсь, на личном опыте не узнаю, блядь. Блядь, еще и подпись такая. Пятница! Оп, подрится, оп, ца-ца, а сегодня пятница! Блядь, знаете, какая хуйня была? У меня брат сделал паблик под названием «Полный хохотач», и туда специально самые тупые шутки просто для дуракова. Самый вот такой тупой юмор, который, блядь, максимально тупые шутки туда выкладывал. Потом, короче, я полюбил этот жанр. Я сейчас могу действительно по достоинству оценить жанр «Полный хохотач». Но была такая хуйня, что он каждую пятницу выкладывал картинку одну и ту же. Там котик такой танцует и написано. «О, подрится, оп, ца-ца, а сегодня пятница!» Четверг и пятница были выходными днями. И он выкладывает картинку. «О, подрится, оп, ца-ца, а сегодня среда!» Смотрите, вот кот посмотрел на еду и начал облизываться. То есть он в своей фантазии, получается, представил эту хуйню, что он это всё жрёт. Мы какое можем его сделать? Что котики имеют фантазию. И я вот, знаешь, что я вам скажу? Вот, блядь, я сколько смотрю там на различные проявления всяких животных и так далее, я прихожу к руду, что у них мышление плюс-минус вот такое же, как и у нас, блядь. А когда начинают там говорить какую-нибудь хуйню, что там, типа, они там то не могут, всё не могут, блядь, там, и так далее, я считаю, что это всё хуйня. Особенно, когда я вижу, как моя собака спит такая... Вот так вот с ней делает, блядь. Соответственно, я думаю, что что-что, а что-то ей снится, значит, она что-то фантазирует, блядь. Вот, значит, соответственно, у собак тоже есть сновидения, как и у нас. Вот такая вот хуйня. Раз у нас тема с вами зашла о сновидениях и собак, я вам покажу последнее видео на сегодня. И всё нахуй, блядь. Я сижу, блядь, здесь уже 3 часа, нахуй, при минус 15, как бы в двух куртках. Но я замечаю, что всё равно подмёрз я немножечко. Поэтому смотрим последнее видео и буду с вами прощаться. Я когда помню первый раз это видео увидел, я ж охуел, блядь, что вот такое возможно. А вот возможно, вот представьте себе. Так, всё, я вас тут повеселил, блядь, сам повеселился. Можно идти домой, благо идти недалеко. Поэтому всё, давайте, ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok